МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, 14 ноября, 991-й день аннексии Крыма. Вы смотрите ЗАМАН сегодня в выпуске. Так называемые крымские диверсанты дали показания. Ваше воинское звание. Свидетели обвинения считают Чайгоза невиновным. К темы Чайгоза он в этот день не видел, ничего о его действиях сообщить не может. Глава нацполиции идет в отставку. Моя функция выполнена. Свидетели обвинения по так называемому делу Чайгоза считают его невиновным. Во время 39-го заседания оккупационного суда по делу зампредседателя Межлиса Ахтема Чайгоза допросили двух свидетелей. Павла Поросюка, тогда украинского милиционера, который принимал участие в охране правопорядка под стенами Верховной Рады Крыма, и Эльвиру Джалал. Она работала журналисткой Черноморской телерадиокомпании и освещала события того дня. Оба свидетеля заявили, что не видели в тот день преступных действий со стороны Ахтема Чайгоза. Окупационная прокуратура обвиняет Ахтема Чайгоза в организации массовых беспорядков под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014-го. Свидетель Поросюк и его подразделения встали со стороны митинга про украинцев. Во время давки сотрудников милиции тоже прижали к зданию, к входу. Буква П ужалась, но насилие в отношении сотрудников никто не применял. Ахтема Чайгоза он в этот день не видел, ничего о его действиях сообщить не может. Задержанные в оккупированном Крыму так называемые диверсанты дали показания. В ФСБ России заявили Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. Признали, что служат в главном управлении разведки Минобороны Украины и рассказали о задачах, которые якобы ставились перед ними киевскими кураторами. Военское звание полковник, должность начальника оперативного направления. Сбор разведанной информации о дислокации и организации новых частей вооруженных сил России на территории Крыма. Подбор объектов для совершения диверсий. С 2008 года являюсь офицером действующего переративного резерва 14 департамента, горы Мокрые. Третий фигурант дела крымских диверсантов Владимир Дудко работал сапером в Севастопольском управлении МЧС России. До выхода на пенсию служил в военно-морских силах Украины. Командовал в Севастополе кораблем в Симферополь, затем в штабе флота. До последнего времени был специалистом по разминированию инкерманских штолен. После ареста его уволили из МЧС задним числом. 10 ноября ФСБ России заявило о задержании в Севастополе диверсионно-террористической группы, среди которых Владимир Дудко и журналисты Дмитрий Штыбликов и Алексей Бесарабов. В защиту задержанных встали коллеги. Более 100 экспертов и ученых подписали обращение к украинскому и мировому сообществу с требованием поддержать узников. Коллеги и друзья Штыбликова и Бесарабова также призывают не верить признанию, которое распространили российские спецслужбы. Мы чудово понимаем, как работает ФСБ. Тут методы не изменились, ни с временем КДБ, НКВД, ОГПУ, ЧК, ВЧК. Поэтому в данном случае мы пытаемся мобилизовать экспертную, науковую и журналистскую спільноту на то, чтобы эта тема была в поле уваги. Сам факт арешту, затримания и висунувания таких абсурдных звинувачений Дмитру Штыбликову и Олексею Бесарабову, известным экспертом, известным не только в Украине, а далеко за ее межами, он поднял экспертную спільноту, оскільки это факт не только преступление прав человека, а это, власне, вызвание всей экспертной спільноты. Минула социальная, політичная, громадская активность автоматично зараховываю ее до группы риску. И это, мне кажется, очень важный элемент современной политики, которая в целом направлена на вычисление с Крымом от всех этих, не только явно, а потенциально оппонентців оккупаційной и российской влади. Очередная ложь России о поставках газа в Геническ. Оккупанты утверждают, подали голубое топливо в Херсонскую область. На материке благотворительность агрессора опровергают. Подробнее в сюжете Львина Сидбулаевой. На этих кадрах глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов встречается с президентом России Владимиром Путином. Просит его предоставить голубое топливо из оккупированного Крыма в Геническ. К нему якобы обратились местные жители. Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Ситуация повторяется прошлого года. Просим вашего разрешения обеспечить такие поставки. Надо, конечно, наладить финансовую дисциплину. В отношениях с соседями это понятно, но, тем не менее, помочь нужно. Не успев Путин дать приказ, как пропагандистские СМИ демонстрируют запуск природного газа. Сейчас находимся на газоизвестной станции села Чайкино, которая подает газ на Украину. К сбору подписи причастен местный житель Эдуард Коваленко. У него пророссийские взгляды говорят в Генической райгосадминистрации. Глава района Александр Воробьев обратился к руководителям полиции и СБУ. Деятельность Коваленко расследуют правоохранители. Власти города газ из Крыма не просили. Путин нехай они горят в пекле со своей псевдо-допомогой. Если он такой благородный, то нехай отдаст нам наше газосховище. Украинские свердловины, они дают нам до 70 тысяч кубов на добу газу. А мы вытрачаем минулого дня 32 тысячи кубов, позавчера 28 тысяч кубов. То есть мы имеем свободный залишок. За год это уже вторая ложь Кремля о поставке голубого топлива в Геническ. Первая была в начале года. Тогда мэр Геническа Александр Тулупов якобы обратился к Путину с похожей просьбой. Пользователи социальных сетей высмеяли абсурдность российской пропаганды и сделали мэра города Тулупова звездой соцсетей. Эльвина Сетбулаева, Заман, АТР. В Киеве перекроют Крещатик. Как сообщили в столичной полиции, из-за повышенной террористической угрозы завтра силовики будут проводить осмотр с металлоискателями. Кинологическая служба и взрывотехники обследуют места скопления народа. По данным МВД, отныне национальная полиция Украины и национальная гвардия переходят на усиленный режим работы в связи с высокой террористической угрозой. У нас воюющая держава и у нас достаточно большой уровень террористической угрозы. Поэтому мы в первую очередь все наши заходы будем работать на цюг, скажем так, на обеспечении этой безопасности. Будет большое скупление людей. Мы будем проводить заходы, чтобы ничего не случилось, никто не постраждал. Глава нацполиции Украины уходит в отставку. Об этом Хатя Деканаидзе заявила сама. Временным главой ведомства станет ее первый заместитель Вадим Троян. Деканаидзе возглавила украинскую полицию 4 ноября прошлого года. До этого была советником министра МВД Арсена Авакова. В Грузии с 2007 по 2012 годы им занимала должность ректора Академии полиции Министерства внутренних дел Грузии. С июля по октябрь 2012 года была министром образования и науки Грузии. К сожалению, моей полномочия и воля не было достаточно для резких изменений. Моя функция выполнена, и в связи с чем я заявляю о своей отставке. Но считаю необходимым в кратчайшие сроки провести открытый и прозрачный конкурс на пост нового главы национальной полиции Украины. Оппозиционер ударил радикала. Во время согласительного совета руководителей фракции Верховной Рады Украины, народный депутат от оппозиционного блока Юрий Бойко набросился с кулаками на нардепа лидера радикальной партии Олега Лешко. В ходе своего выступления Лешко критиковал европейских чиновников за то, что они игнорируют интересы Украины, а затем начал критиковать представителей оппозиционного блока. В Киеве состоялось заседание по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша. В суд поступила экспертиза видеосюжета телеканала АТР относительно принятия российской конституции Крыма. Но специалисты не установили дату создания сюжета. На этом видео экс-депутат Крыма Ганыш находится в сессионном узале во время принятия оккупационной конституции. Василия Ганыша подозревают в государственной измене. Встановить место создания видеозвукозапису невозможно в связи с отсутствием соответствующей методики. Разом с этим установить дату создания данного файла невозможно, поскольку они могли быть довольно изменены. Первая была проба через членоморскую телерадиокомпанию провалилась. Другая проба также провалилась. Начито АТР создавал этот видеосюжет, но не понимали в Ютубе особи с выгоденными именами. Я думаю, что их просто использует прокуратура. Сюжет, о котором говорит сторона защиты, он был первоначально найден на файловом видеохостинге Ютуб. Мы увидели логотип телеканала АТР, обратились с соответствующим ходатайством в суд. Суд обязал нас истребовать сюжет, размещенный на файловом видеохостинге Ютуб, человеком подписив до него. Мы выполняли решение суда, поэтому доводы стороны защиты о том, что кто-то кого-либо использует, они не соответствуют действительности. В Вене призвали ОБСЕ назвать крымских татар коренным народом Крыма. В своем выступлении член Меджилиса Искендер Бариев также напомнил об отсутствии свободы слова в Крыму, о пропавших и погибших, о политических заключенных, большинство из которых, крымские татары, выступили против оккупации Крыма в 2014 году. Они, в отношении крымских татар, неопределенно используются исключительно экономики крымско-татарских народов. Они, и другие татары, они татары и группы, или татары Крыма. Крымские татары не хотим называть соединенным народом Крыма. Они национальное меньшинство и татары Крыма. Респечивая дисциплина, что мы работаем здесь с журналистами, просто считаем, что на суде будут заседания в Крыму. Студенты-переселенцы могут бесплатно учиться в вузах и не платить за общежития. В мае прошлого года парламентарии изменили несколько законов, чтобы предоставить молодым людям из Крыма и Донбасса это право. Вот только воспользоваться им невозможно. В украинской хельсинской группе уверены, единственный способ изменить это – судиться с Кабмином. Студенты первого курса юрфака Таврического национального университета на лекции по истории государства и права изучают авторитарный строй. Они, как и все первокурсники Таврического национального, учатся на бюджете. Остальные за учебу и общежитие платят. В университете не отказывают им в праве на льготы, но выполнить закон не могут. За полтора года действия поправки к законам Кабмин Украины не разработал механизм их выполнения. В украинской хельсинской группе по правам человека предлагают судиться с правительством. Для того, чтобы заставить Кабмин министров разработать этот закон, было бы очень неплохо, чтобы студенты все-таки воспользовались тем алгоритмом, который мы предлагаем. Юристы советуют сначала потребовать господдержку от вуза, получив отказ, сообщить в Кабмин об убытках, потом обращаться в суд. Так поступил крымчанин Алексей Щекун. Во время аннексии он приехал учиться на материк. Во Львовском государственном университете внутренних дел, куда он поступил, ему отказали в бюджетном месте. Мы подошли к декану университета с проханием и специально писали заяву. Зарестрировали в канцелярию, чтобы разглянули и надали бюджетное место. Но они отмазали, оскільки не было предпочено надание таких коштей, чтобы можно было оплатить мое навчание. Сейчас Алексей на четвертом курсе. Суд еще не определил дату рассмотрения его иска. Студент понимает, что может закончить обучение раньше, чем завершится суд. Это довольно большая сумма. Выходят за учебник только в год 15 тысяч, и гуртожиток приблизительно 5 тысяч на год. Когда наша семья вообще переселилась сюда, на материковую территорию, приезжал, никакой поддержки с боку державы вообще не было. То есть мои батьки сами все встали тут на ноги. По сути, все сначала пришло, все начинать. И поэтому выплачивать еще мои навчания, ну, это очень тяжело. Не обещают быстрого результата и в украинской хельсинской группе. Пока на их счету одно выигранное дело. Правозащитники уверены, чем больше студентов подаст иски, тем больше шансов на успех. Роман Спиридонов, Ислам Пинкальдер, Исматов, Заман, АТР. Около тысячи населенных пунктов в 11 областях Украины обесточены из-за непогоды. Больше всего снега до полуметра на западе страны. Из-за метелей осложнен проезд транспорта и поездов. По словам синоптиков, циклон, вызвавший метели, проливные дожди на юге, выйдет за пределы Украины. В Крыму дожди и мокрый снег накануне из-за непогоды прекратила работу Керченская паромная переправа. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok